...воинов, которые реально приходят и поддерживают. Это реальный показатель. Поговорить. Вот это все автомайданы здесь, видите, как? Все автомайданы сюда съехались, видите, поддержать. Если где нельзя отпиариться, где что-то там, как бы получить с этого какие-то бонусы, так сюда никто и не пойдет, никакие патриоты. И пресса не приедет. Вот такая вот фейсбучная война. А завтра знаете, что будет завтра? Да. А что пресса не приедет? Начинайте, кто первый? Говорите. Братья. О, пресса, перепрошу. Витаю, рада. Давайте, говорите, начинайте, да. Начинай. Добрый день. Так, доставал это яму. А видно, ведь я вам могу просто с официального сайта показать и отдать вам. И что, цель? Читайте. Значит, Аня, запиши, значит, вот, представьтесь, пожалуйста, ваше удостоверение. Можно? Можно, сейчас, секунду. Да. А ну, поверни, покажи все, красоту. Аня, сейчас, сейчас. Да, говори быстрее. Отвлекаешь, я перезвоню тебе. Давай. Я с Леворопитным управлением Державной охраны. Покажите удостоверение, пожалуйста. Я же вы официально вынесли бумагу. А с вами тоже еще один сотрудник. Пожалуйста, ваше тоже удостоверение. Так, а как вас зовут? Фамилия сейчас. Рябакон, Дмитрий Андреевич. Так. УДО и Тетюк, Ромян. Тетюк. А, Тетюк, вывозь, пожалуйста. Ага. Значит, смотрите, друзья. Вот смотрите, вот классический обман от Петра Алексеевича Порошенко. Пожалуйста, господа журналисты, донесите до всего, до всей общественности. Значит, смотрите. Значит, вот так вот, вот так разводят добропорядочных граждан. В данном случае обращалась общественность, да? И вот такой вот ответ вынесли. Вот это можете посмотреть на этих людей. И они получили, соответственно, вот такое вот задание, чтобы дать вот такой ответ. Вот это, вот это ответ, вот это ответ от Петра Алексеевича Порошенко. Давайте не будем выбросить. Смотрите, человек, секунду, секунду, секунду. Человек, который является учредителем партии регионов Порошенко. Порошенко, да. Вот он вынес вот эти ответы, здесь не пообщался ни с кем, не пообщался со службой, вот смотрите, вот такой получили, дали ответ. То есть мы для них, понимаете, завтра, завтра мы будем убийцами, завтра все волонтеры станут теми, кто реально, да, помогал якобы бандитам, которые сейчас охраняют нашу с вами свободу, да, и не давал возможность освободительной армии Новороссии, да, прорваться и освободить Киев. Вот завтра нас, вот так вот, благодаря Петру Алексеевичу признают всех преступниками. Завтра нас назначат всеми, всех преступниками, поскольку мы, да, помогали украинской армии. Вот так, поскольку вот такие дают ответы. Это, это чистый обман, чистейший обман. Вот есть смысл дальше? Да нет никакого ответа. Вот дали указ президента распечатанный. Распечатанный. И дали вот то, что зарегистрировано. Вот и все. Вот смотрите, классический развод. Я говорю, мы таким образом придем к тому, что завтра, господа, всех тех, кто помогал украинской армии, обвинят в пособничестве бандитов, да, наших добровольных батальонов, которых обзовут бандитов. Их уже обзывают сми бандитами. А это так уже обзывают. Да. И судят их. И такими, которые мешали освободительной армии Новороссии, да, освободить Киев. И завтра все те, кто, да, псевдопатриоты будут говорить и кричать. Надо говорить, мы, да мы же первые были за Путина. Вот это вот реальное общение с народом, общение с людьми. И вот такое скотское, посмотрите, какое безобразие, да. Улица у них уже режимный объект. Улица является режимным объектом. Мы же консервные пропускаем. Завтра, да, завтра они перегородят улицу моего, возле моего дома. И не пустят меня домой. Они скажут, мы признали это режимным объектом. Это режимная улица. Завтра они признают режимным воздух, которым я дышу. Воду, которую я пью из-под крана, да. Это мне напоминает Чиполина, да, когда говорит, когда мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. То есть опять вот это безобразие, вот это, извините, откровенное скотство вернулось. Да, в украинскую власть. Господа, привет Петру Алексеевичу, передайте большой. Значит мы будем взывать всю общественность и пусть он ответит перед людьми, да, перед общественностью за вот это вот все. То, что вы сюда приносите. Все, тут нечего больше. Герои Украины, это все хлопцы, какие поляны и винданы. Я чула и читала. Не надо, он говорит одно дело, другое. Он врет, он врет. Он врет. Объясни, господину, какие у него есть полномочия и как он может наградить. Скажите, сколько Порошенко времени президент? Сколько времени Порошенко президент? Я вас слушаю, я еще вопрос. Сколько месяцев Порошенко президент? Чому он никаких заходов не вжив для того, чтобы признать этих патриотов, справедливых патриотов, которые защитили нашу свободу? И в том числе благодаря им сейчас... Чому он не вжив для них в заходах? Почему он не вжив для них в заходах? Он стал президентом. Он на крови тих небесной сотни зайшел в свой высокий кабинет. А сейчас плюет на людей, сейчас присылает таких, как вы, чтобы вы выносили нам такие патриоти. Я вам этого не выносил. А кто нам вынес? Вам представлялись люди, которые вынесли. Доброе. Мы все срабли. Ну понятно, все там его охраняете. Друзья, я прошу доведить до видома, чтобы все знали, чтобы все знали. А вы в курсе, что патриотов, которые помогали здесь на Майдане, которые также выступали против вот таких вот ментов, которых вы сейчас здесь выставили, у них удостоверение 2013 года выдано, Захарченко. И они говорят прямо на камеру, что вы нам выдавали эти удостоверения, и вы не будете забирать. Понятное дело, у них Захарченко заберет. Так вот, слушайте, так их высылают с Украины. Вы в курсе, где им угрожает 15 лет лишения свободы? Это ваш друг, ваш шеф высылает их туда. Петр Алексеевич, который жодного захода, он уже в итоге, чтобы этим людям хотя бы дать притулок. Потому что у него договоренность с Лукашенко. А на человеческие жизни им плевать. Сегодня им плевать на них. А завтра ему будет плевать на вас. Это 100%. Так как было Януковичу плевать на них. Захарченко плевать на них. Так как он их подставлял и выставлял живым счетом. Но они считают, что они, понимаете, с 2013 года они тут на местах. И их вот эта власть оберегает. Не кованы монетча. Не кованы монетча. Запомните, придет время такое. То есть что они начнут убирать свидетелей. Тех, кто там стоял. Кто вот этим занимается. Вас не будет среди них. Это дойдет до такого, как у Лукашенко. Люди начнут исчезать. А вы занимаетесь таким попустительством. Это не имеет будущего. Вы свидетели беспредела. А вы еще этим гордитесь. Прятаться надо на островах каких-нибудь. Чтоб спокойно дожить. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Вас заменят. А вас просто-напросто уберу. Да, да. Орденом Героя Небесной Сотности.